Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 441. События дня. 2 Коринфянам 3.17. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. За 25 февраля 2017 года. События дня. Ну и здесь коротко я буду притормаживать, а сами прочитайте о наших утренних молитвах. Вот здесь, кто желает, как выйти на Сергея, дается его местоположение, чтобы приняли. Вот так. Ну и вчера я много смотрел и делюсь со всеми. Про Федора Конюхова. Филипповича его отчества. Российскому путешественнику, считай. Российскому путешественнику, исследователю, писателю, художнику и протоиерею РПЦ Федору Конюхову, 64 года. Ну теперь уже 65. Он первым в мире достиг пяти полюсов планеты. Помимо северного и южного географических. Это полюс относительной недоступности в Северном Ледовитом Океане, полюс высоты Джамалунгма и полюс яхтсменов мыс Горн. Ему первым из соотечественников удалось побывать на так называемых Семи Вершинах, самых высоких точках шести частей света. Совершить кругосветное путешествие на яхте без остановок и пересечь Атлантику на грибной лодке. Кроме того, он быстрее всех в мире преодолел Тихий океан на весельной лодке и дольше всех находился в воздухе на тепловом аэростате свыше 32 часов. Всего на счету Федора Конюхова было более 40 уникальных морских и сухопутных экспедиций. Гавычки открыто. Моя кругосветка удалась Божьей помощью. Так о своем путешествии, ставшем мировым рекордом, говорит иерей Федор Конюхов. За 11 дней путешественник съел лишь кусочек печенья, почти не спал, справился с последствиями взрыва на борту и чуть не упал в Индийский океан. С собой Конюхов взял крест, в котором были мощи 46 святых. Совершив беспрецедентный перелет вокруг Земли на воздушном шаре Мортон, российский путешественник Федор Конюхов не просто благополучно вернулся к самой точке старта, и установил сразу 4 мировых рекорда по сравнению с предыдущим кругосветным перелетом Стивом Фоссеттом в 2002 году. Я немножко хочу показать, когда он закончил все, и вот стоит он. Видно, комсомольская правда, какое отношение, то ли публиковали, или финансировали. Вот он стоит. И дальше. Высочайшая в мире гора Джамалунгма, Эверест. 8848 метров над уровнем моря была и остается желанной целью для многих альпинистов. Но за известную историю покорения Джамалунгмы более 250 человек погибли при попытках восхождения. Большинство этих смертей было связано с лавинами, падениями с высоты, обвалами льда, а также различными расстройствами здоровья, вызванными пребыванием в высокогорной окружающей среде. Там помогают им шерпы, носильщики, которые местные там в Непале живут. Но оказалось, что женщины лучше выносят. И теперь показывают, как Федору другим помогают женщины. Огромные грузы несут. И вдруг лавина, и сразу 17 шерпов погибло. Касательно вопроса, из какой страны больше всех альпинистов погибло на Эверест, вот невероятно печальная статистика погибших людей в разрезе стран, в которых они родились. И показывают, что там лежат мертвые, их оттуда нельзя вынести, и они вмерзают в лед и лежат. Из нее следует, что больше всего людей, погибших на Эвересте, были родом из Непала. 108 человек. На втором месте Япония. 18 погибших. На третьем месте Великобритания. 17 человек погибло на Эвересте. И в США 16 человек погибших. Детальная статистика по странам. Просто просмотреть, вот я начинаю с Бангладеш, по одному, по два, я покажу. Некоторые не знают, и Россия, 7 человек. Интересно, тут у нас прихожанка была, Валентина Коня. У них зять, Шевченко Николай. Но они пошли. Интересно, вот все-таки, интересно, когда уже смотришь теперь. Их финансирует Элленбанк в Алтайском крае. Они встречаются в краевой администрации, все это в газете, печатает Элленбанк. И газета все печатает, время и деньги, называется. Руководитель плотников. Их пошло, кажется, 5 человек. Ну там, или 4. Но один из них отстал, заболел. А остальные взошли, трое там. Один в базовом, кажется, там тоже, не за два. А эти все погибли. Внезапно пургает, и они все погибли. На каком склоне, все говорится. А тела их по сегодняшний день никто не видел и не мог найти. Ну и дальше. А в Закарина не отдала. Сколько уже, какие люди есть. Немножко даже можно было показать. Вот гора с Жамалунгом. Вот она как выглядит. Не каждый видел. Я тут что мог так показать. Немножко, хотя бы чуть-чуть. Вот. Это вот здесь Федор как плывет. Вот. Сюда. Где он как? Я некоторые показал. Вот. Радо ходить. Ну я сейчас 15-18 часов кушать готовлю. Видите как. То есть, ну что сказать. Редкая настойчивость и человек. Так мало того. Дальше говорится, на собаках какой путь проделал про север. Там рекорд поставил. Рекорды бьет. Везде. Потом где-то в пустыне. Главное в пустыне. И, ну есть, там на верблюдах, в другом месте, на другом каком-то транспорте. Ему не сидится дома. Ну, что можно сказать. Вот в Австралии он прибыл. Туда телеграмма пришла от Путина. Как его встречают, когда он с воздушного шара. Я для себя-то нового почти ничего не нашел. Но вчера первый раз увидел, как из космоса данные получали они, где какие течения воздуха идут. Это вообще... Сейчас ты можешь даже наткнуть. Немножко. Да, что-то встречали их. Как? Нету. Это встречали было вот так. В Австралии как? Посол. Имя Гана. Который... Вот он где. Самая трудность у него была именно там, где оказались грозовые облака. И пройти никак нельзя, и подняться выше не может. А это Австралии. Ну, я не могу наткнуться сразу. Подумайте. Где... Вот какие потоки идут. Мощнейшие потоки воздушные идут. Ну, и... Коон-то ничего не знает. Это где потоки. Мы-то, когда говорим на воздушном шаре, мы забываем, что это не дирижабль. Нет мотора никакого. Куда летит дороги, туда не несет. Вот сколько людей его тут встречали и прочего. Ну, не нашел. Ладно. Вот и чей не несет. Что зла, может, найдите. Назовывается Федор Конюхов. На вёстах через Тихий океан. Один на один с океаном. Там, в стратосфере, на высоте после 8 километров 10 идут потоки. Мощнейшие потоки. 100 с лишним километров скорость. До 400 километров в час. А сколько? До 400. До 400. Ну, вот видите как. Ну, и... Он должен знать где. Это второй в мире за всю историю существования Земли человек, который сделал кругосветное путешествие. Они исследовали, откуда вылетать. Всё исследовали. Вылет был у него и с Австралии. Город, куда завезли, который у него, это, оболочку, этого пузыря-то, на который там монгольфри брата ещё изобрели. Вот. Готовили целый год в Англии. На самом высоком таком технологичном предприятии. Какая материя, какой слой там изоляции. Ну, всё обдумано. То есть, выше этого пока ничего люди не придумали. Второй в мире человек. А почему? Ну, в Америке же были такие. Ну, есть охотники рекорд заставить-то. Шесть попыток было. Из них пятеро погибли. Это говорит о высоком уровне потерь. А почему? Куда несёт? Вопрос-то. Зависимо только от ветра. Не рули они эту лодку даже несёт где-то, то они маленько подправляют где-то по бурным рекам. Я видел, как они по рекам лодки несутся, они маленько подправляют. Здесь ничего нет, он только наблюдает. Дальше. Охлаждение. Газ, это бывает обледенение, тянет вниз, падает и тонут. Я первый раз увидел, они схематично показали, как вокруг земного шара, и там эти потоки идут. Толщина их не больше километра. Потоки мощнейшие, при этом совершенно в разных направлениях. Это можно было узнать только через спутник. И у него спутниковая связь была. Ну, всё схематично показано где-то. И они ему, штаб, управление показывают, куда подняться. Выше или ниже. А его сносят там в Антарктиду, где уже льды, видать, было. А дальше-то что? Охлаждение. И там его, говорят, через неделю даже не могли бы достичь. Если бы даже он сел в море. Ну, капсула его, она может держаться больше недели на воде. Ну, сколько ни держись, найди. Ну, там сигналы, конечно, всякие были. Но вот эти потоки воздушные, что они есть, я знал. Но оказались потоки есть вверх, идут и вниз. Если попадает этот, его вниз просто как камень тянет, он тонет и всё. Люди, которые погибли, они ничего этого не знали и не имели. И он облетел вокруг всего земного шара и с обратной стороны залетел, с обратной стороны в Австралию. Тут уж никак не скажешь, где-то он крутился или что-то. Ну, и там уже знали, предупрежденные были, люди смотрели в небо, как первый спутник. Я помню, мы заглядывали, выходили, где он пролетит. И встретили его. Вот это всё, тут ролик за роликом. Отшельник Тихого океана. Ну, и дальше, да, такие, питание в океане. И что у него было с собой, надо посмотреть. И важно то, что он писал дневник. Документальный фильм 2007 года. Это Фёдор Конюхов на вёстах через Тихий океан. Это отдельные ролики стоят. Я потратил вчера день, я о нём знаю. Это так. Подожди-ка, тут мой журнал лежит. Я сейчас покажу. Один журнал такой есть. Очень важный журнал. Вот он как называется. Русский дом. Это номер 3, 2014 год. Журнал по благословению Патриарха, по благословению Крестьянкина Иоанна, Николая Гурьянова. И заголовок написано. Журнал для тех, кто любит Россию. Такой серьёзный журнал. Большие, хорошие статьи. Я просто хотел показать. И вот здесь есть такая статья. Вот она. Это на странице 45-й. Вот называется. В этой деревне огни не погашены. Это про потеряевку. Очень и очень хороший журнал. И вот мы написали в редакцию, чтобы нам дали хотя бы журналов 20. Заверили печатью. И они дали не 20 только журналов. Когда я приехал в Москву, они приготовили журналов, наверное, ну я не знаю сколько, но около 80. А мы ехали по зарубежной. Миссия у нас была. Большое расстояние. И мы в каждом государстве, библиотеках оставляли этот журнал. А они дали и другие журналы. В общей сложности килограмм 150. Мы носили, носили. Но я им подарил книги свои. Вот предыдущий у нас в Алтае был, если можно крупно сделать, Максим Дмитриев. Здесь я с гитарой стою. Стоят ребята. Вот батюшка, у него две лошади было. На лошади едет. Дальше запрягает ее. Ну, прихожанка Надя Дмуха подходит ко кресту. Молодожены. Вот Игорь Третьяков, держи вот так. Два голубя тут. А второго не видно. Он взлетел. Черный и белый. Где тут? Не видно? В руках. А, в руках у него. Это белый, белый. Значит, у нее Юлия. А здесь батюшка с овцами. Я стою с голубем. И деревенская здесь. Ну, попутно прочитать, показать какой журнал. Прочитай вот этот маленький здесь отрывок. Так, влюбленный в Святую Русь. Миссионерская проповедническая деятельность Игнатия Тихоновича Лапкина просто потрясает своими масштабами. Откуда берет силы? Бог помогает. Коротко отвечает он. И добавляет. 50 лет назад встреча со Христом преобразила мою жизнь. В 2012 году Лапкин предпринял беспримерное миссионерское путешествие по России. Ради этого путешествия был приобретен автомобиль «Газель». Трое людей и собака проехали 250 городов России. И везде Игнатий Тихонович оставлял в подарок свои книги. А издал он 38 томов под общим названием «Открытым оком». Ради того, чтобы их написать, освоил компьютер и провел за ним 30 тысяч часов. В книгах даны ответы на 4124 вопроса, которые ему задавали во время лекций в техническом университете. В тюрьмах отдельно был издан великолепно оформленный с цветными иллюстрациями Густава Доретт, трехтомник Нового Завета. Закладочки – цвета российского флага. Цвета. Цвета российского флага. О комментарии Игнатия Лапкина. Эти книги были подарены Владимиру Владимировичу Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Патриарху Кириллу. За время поездки по стране распространили более 6 тонн книг. За день «Газель» преодолевала более тысячи километров. В 2013 году состоялась еще одна поездка. Теперь позади остались Кавказские республики, а также 15 стран. Среди них Германия, Австрия, Сербия, Польша, Белоруссия, Молдавия, Грузия, Армения, Азербайджан. За два года намотали 80 тысяч километров. И на этом Игнатий Тихонович останавливаться не собирается, вынашивая планы дальнейших миссионерских путешествий. Потеряя в Кириллу, Лапкин показал мне старинный колокол – дар от людей, которых он спас от беды. В 1714 году вылеты был. Так, звон у колокола, и даже позволил мне несколько секунд побыть в роли звонаря. Звон у колокола мелодичный, долгий и очень чистый. Ощущение, что уплывающий в окрестной дали колокольный звон выносит все нас ненастоящее, несвойственно человеку, очищает душу. Вот так и братья Лапкины бьют во все колокола из своей потеряевки, словно созывают вернуться в потерянную нами Русь. Владимир Васильевич Ритунский, спецкорреспондент, русский дом, Алтайский край. Так я к чему это сказал? Тоже путешественники мы, но трудности такие мы не испытывали. И это не все, почему я засчитал здесь сейчас. Сейчас покажу. Дело в том, что в этом же журнале Федор Конюхов. Вот он стоит. Мы попали в один и тот же номер журнала. И дальше, моя Россия, как он плывет по океану и говорит, это мой храм. Я подумал, прихожане, наверное, дельфины и медузы. Нигде, вот самое главное, он как герой, и это никак нельзя отрицать. Мужественный человек и прочее. Он говорит тоже, проходил там где другие. Мы прошли после этого от Тихого океана до Атлантики, Португалии, Лиссабон, Испания, там все это позади. Турция, Греция прошли, Скандинавию, Прибалтику и Север. То есть наши путешествия тоже никто никогда... То есть его все время, как говорится, техника позволяет. Будут попытки и будут еще прорвутся. Но если это сделали, уже все. Но нашу, вот эту поездку, я считаю, не повторить. А почему? Ну, очень просто почему. Для этого надо, в первую очередь, иметь с чем ехать. Второе. Должна быть особая харизма на миссионерство. Миссионерство это не благовестие только. Это где ты будешь встречаться с кем. Мы везде выступали, говорили, дарили книги. И вот я тогда спрашиваю, что с мирской точки зрения, Федор герой и молодец. Федор, Божий дар, переводится его имя. Федор, Божий дар. Везет Россию на героев, на Федора. Но какое отношение это имеет к спасению души? Никакого. И он говорит, ну я ездил, да. Он дневник вел, но не записывал, а некогда. Он по 18 часов в день на веснах работал. Но ему подарил там сын или кто он говорит, магнитофон. И он на него говорил, вот как я, легенда, фильм есть. Он там исследует, говорит и все записывается. И этот дневник выставленный. Я его почитал вчера. Мне он понравился, этот дневник, что он искренне пишет, как есть. Просто так и пишет. Езжу я, гордыня-то какая. Там везде говорят, там главное, он говорит об этом. А какое отношение это имеет к жизни вечной? Никакой. Это он говорит все. И теперь, мои лодки там где-то у причала гниют. И это, на которое я плыву, тоже кто-то возьмет, как музей. Но лодка-то должна где-то на воде быть. И там будет гнить. Зачем я это все делал? Такой опасностью. На все вершины лез. Зачем? Ну тут ничего нету, действительно, кроме гордости. Там, наверху, если горы какие были пониже, жили только святые, как Марк Фращевский, афинский. Это и есть в житиях святых. Или бесноватые. Они в горы лезут. И поэтому альпинисты, они ни за чем лезут. Представьте, 250. И лезут оттуда они какие-то хлипкие. Женщины погибают. Мужчины. Мы, говорит, идем, и женщина задыхается. Видно, что там лет, может быть, 25 ей. Мы ничего не можем сделать. Мы мимо проходим и даже не глядим. Это она избрала. Это я не могу дать ей кистород. Я сам не сойду вниз. Зачем лезли туда? Даже птицы там не летают. Туда ни один вертолет не может подняться. Ему не за что засыпиться. Зачем? Вопрос-то стоит, зачем? Кому он проповедует? Целыми, ну, на лодке плыл, сколько там мы считали, 160 дней. 160 дней людей не видел. Только один раз в день выходил на связь. Ему говорили, какие шторма, куда повернуть, как идти. Им руководили. Зачем? Он победитель океаном. Какой он победитель? Это пустое. Как он победил? Ну, победил, допустим, мы, этот, самсон зверя, льва, разорвал его. Или Давид. Тут понятно. А как ты победил океан-то? Или победил воздушный океан? Ну, смешно даже эти слова слышать. Он сам себя даже не победил. Провожает жена. Ну, у жены какая вера, я не знаю. Если жена была настоящая верующая, Ирина у него, видно, что любит она Федю своего. Она бы сказала, куда ты полетишь? Люди Христа не знают. Зачем тебя в попы-то поставили-то? Да какой ты священник? Когда, если без великой нужды, ну, где-то больной, три подряд в воскресенье не был в храме, не вел службу, тебя отлучать от церкви надо, каноны. Он подряд этой каноны все нарушает. Зачем? За этот, с тверющей стороны, ответить нельзя. Ничего. Ответить не можешь. Один день жизни. Ему 65 лет уже. И ничего нету, евангельского ни слова. Он кому-то в море говорит полгода там, нет. Евангелие распространяет, нет. Мы-то никакие против него-то, я понимаю. Но мы только в окрестных, здесь по домам прошли, в селах, больше 30 тысяч евангелия раздали. Вот у меня тираж тысячи экземпляров. Из них, ну, только здесь, в эти три поездки, 600 экземпляров по 38 томов в библиотеке раздали. Папам римским подарили, Венедикту и Франциску. Где могли. У него ничего этого нет. Вот сейчас бы мы встретились, я ему сказал. И я уже знаю, он сопротивляться не будет. Потому что он сам написал в дневнике. Что я делаю? Кроме Гордыни, говорит, тут ничего нету. Это его определение. Но он показал пример, при том, если брать с позиции вечности, пример недобрый. Другие скажут, Федор Конихов проехал, и мы проедем. Вот он стоит здесь в этом журнале. Ты считаешь ни одного евангельского слова. Никому ни одного экземпляра Евангелия не подарил. Нигде в дороге не видно, что он только считает Евангелие. А кому скажешь? Там медузы, тельфины, акула рядом плывет. У него только одна молитва была. Николай, чудотворец, помоги проехать. На следующий раз опять. Конечно, удивительно, что он не погиб. Был такой японец, там Сокура какой, тоже на северном полюсе побывал, на Жамалумбе. Один при том, ни с кем. И в конце концов исчез бесследно. Где-то, видно, в расселе, но упал и не вылез. Было бы двое, да кто-то что-то подал. Но тот над расселями шел огромные, у меня такие длинные, как палки привязанные, если упал, чтобы задержали его. Ну, упал, наверное, так. Нигде нету. Вот уже лет, может, 15 он погиб. И я думаю, если Федор не остановится на этом, то может случиться несчастье. А то на меня выходит за то, что я проповедую и говорю, за что убьют Игнатия. Ну, ролик, чтобы сделать востребованным. За что меня убьют? И зачем Павла Эдельгейма тому, кто убили, меня убили, Даниила Сысоева убили и меня убьют? Меня зачем причислять к этим людям? Это святые, это я грешный, страстный человек. Убить любого могут. Но за что убьют? Ролик так называть. То есть как бы пророчествуют. А какой пророчествуют, когда про себя еще не знают? Почему не пророчествуют и про Федора Емельяненко? Тоже Федор, божий дар. И тоже идет, молится, перекрестится, кого побить. И видно, разговаривает со священником и говорит, для чего это делать? Чтобы смирить Баслурманов, бьется. Но его тоже смиряет хорошо. Чуть однажды ему хребет не переломили. Да, конечно, герой. Там присутствует президент России. Путин, когда бьется, поздравляет. А другому он разбил там, руку заломил, как задушил за горло его. А то что, друзья ему все? Для видно они даже друг друга коснутся. Да разве Господь это заповедовал? Он говорит, ударит в одну щеку, подставь вторую. Ударит тебя по правой, подставь левую. Или ударит в левую, правую, там, хоть как это. Он делает это, что-то? Нет. А зачем мир? И мир любит, сколько людей собирается. Почему они говорят по-мирски? А если бы он вышел вот здесь, в Австралии, когда встречали его, этот пузырь-то, на котором летит, высота, которая оболочка, 20-ти этажный дом. Это считаешь, что даже все это оборудование у него около полтонны, что ли, там, и несут там человек, наверное, 15-20, когда грузят они, полтонны. Полтонны это сама оболочка только. А общий подъем, когда поднимали, там, считаешь, сразу с оболочкой, с этим, с капсулой-то, с которой, зачем? И он бы сошел, его ждали дети, смотрели в небо, уже знали, когда он прилетит примерно. И сказал бы, люди, что я делаю? Такая короткая жизнь. И определяется целая вечность. И Бог создал океан, то не для того, чтобы люди летали над ним, а чтобы молились, прославляли Бога, пользовались дарами воды, которая есть там, чтобы можно было переплывать от государства к государству, где корабли Соломона плавали. Ну, что-то божественное, ни слова. А меня Бог спас. Еще когда он там выпускает газ, капсула ударяется об землю, третий раз только тогда уже постоянно, и волоком, и там кусты по кустам тащит, и он, когда выходит из капсулы, у него кровь. Он 65 лет. Мы приехали к одному священнику, это в Адыгее было, уж не буду даже называть, а можно и назвать, Бостриков, отец Игорь. А чем он знаменитый? Он обслуживает, как он говорит, окормляет воинскую часть. Там готовят героев, ну там, если это скажет кто-то, скажет, диверсантов готовят. Прыгать. Я говорю, зачем вам-то прыгать? И он показывает грамоты. У него висит флаг Российской Федерации около дома. Флаг воинской части. И у него около трех тысяч прыжков. А ему 73 года уже. 73 года. И прыгать. Зачем? Ну, бывает, молодые боятся. Я прыгаю, даю им пример. Только руками разведешь. Почему не прыгают там какие-то баптисты или кто-то? Потому что у них в руках Библия. Они считают? Да, они не церковь. По-нашему это все еретики. Согласно Слову Божию. Но у них четкое понимание. Земное, небесное. В этом вопросе. Не тратить зря время. И куда он потратил? Это труженик. 18 часов показывает. Гребет и гребет. 18 часов в день. Каждый день. 160 дней. В два раза сократил время. До него-то океан переплывали. Перелетать только два человека. Повторить надо. Ну, можно ему сказать. Кто-то будет. О наш ролик вывести. Сказать. Федор Филиппович. Пример-то недобрый даете. Вы занимаетесь с народом. Не просто вышел свечки. Он зажигает. Стоит. Проповедь не говорит. Говорит только о путешествии. Вот наше путешествие. Его сравнивать не надо. Мы в Газели. С нами собака. Охраняет. У нас ставка. Где у нас было? В Ростове. В Калужской области. Мы отсылаем туда сразу до четырех тонн нашей литературы. Туда приезжаем. Люди дают нам намного места. Мы тогда набираем по 25 экземпляров. И каждую неделю уезжаем. Заправляемся. Опять. Коробки. Поехали. Но у него-то никуда он не двинется. Ни места. Его несравненно труды больше наших. Во много-много раз. А польза-то если сравнить-то. Даже у него никакая. Нуль. Нуль. А у нас сколько людей новых обратилось. И за рубежом. И здесь. За нас молились. Даже баптисты. В Великобритании. И показанный ролик поставленный. Молятся. И крестятся. И дети малые молятся. Здесь-то что можно? Куда? Куда его занесло? Течение. Бури. Шторма. И как его чуть не опрокинуло. Ну считаешь. Когда его гнало сильно. Он парус. И парус в воде особый придуманный. Который не давал опрокидываться. Удерживал. Вообще удивительно. Зачем? И поэтому. Может не случайно. Здесь называют беспримерное. Наше путешествие. Это миссионерское. Заканчивается колокольным звоном. Человек так как пишет. Этот журналист. Знаком с нами. Уже лет двадцать шесть или двадцать семь. Ритунский Владимир Васильевич. У него тоже статья большая. Но ни слова Библии не повторяет. Нигде не упоминается. Нет слова Евангелия. Нет проповеди о Христе. И поэтому мы этим двум Федорам и Милеянке этому должны сказать. Бог дал жизни для этого, чтобы смирять там людей, бить их или океаном смирять. Тут один звук только. Никого он не смирил, Конюхов. Никого он сам себя не смирил. И говорит, вот я приезжаю домой-то и не могу. Мне так охота. Я скажу, да. Я на море плавал. Учился в высшем мореходном училище. В армии был. Ну, какой я там плавал-то где? До Камчатки? Кругосветная что ли? Нет, конечно. Но что такое качка, я знаю. Как говорится, моряков чертику язык показывают через борт. Это очень-очень неприятное чувство, когда из тебя все выворачивают. А ему нужны нет, он дома. И он говорит, проходит время, меня так и тянет. Когда я уходил из морфлота, я скажу, что да, город как будто бы сдвигается улиц. И мне даже дышать кажется так трудно. Охота в море. Это бескрайний простор, когда только горизонт везде видать. Корабли разные идут. Все флаги мира знаешь. А какая тебе польза, если ты не благовестник? Павел путешествовал по земле, по морю. И сколько он людей обратил. Вот путешественник. Путешественник номер один. А то, чтобы святые просто так путешествовали. Я насчитывал жития святых. 1173 жития. Жития, которая по описанию больше полстраницы занимает. Только тех насчитывал. Ни одного нету. Ну а был такой, как бился, других и святой тоже ни одного нету. Явно дело, что это непроходимый путь. Куда он залез? Теперь опять три года Емельяненко не выходил, а сейчас выходит. Этому за то, что он плыл, кто-то спонсирует. Он говорит там. Ну сколько, неизвестно. А этого за одно выступление миллион долларов. Бывает пять миллионов долларов. За выступление, а бывает борьба заканчивается в первом раунде. Есть за что пойти. Ну остальные там тысячу, две тысячи, пятьсот тысяч. Куда ты идешь? И каждый старается быть героем. Он таких же учит. У того ученики есть и у этого. Этот толкает, чтобы их калечили, били. Ну там же бьют-то они, не жалеют. Зачем? Это я просто попутно показать, чем занимаюсь. И что я нового имел здесь? Что я узнал? Во-первых, вот эти потоки вверху, их нельзя было узнать, кроме как со спутника. И показывает съемка, как идет, куда идут, схема какая. Поднимется дальше на сколько-то метров, там на пятьсот метров. И его совершенно в другую сторону тащат. А те руководят, смотрят и говорят, куда подняться, на какую высоту. А у него все это определители, вся стена там 15 только разных указателей. Длина, скорость, все указано. Конечно, это огромное-огромное средство. Больше 130 миллионов у них только ушло на изготовление, на прочее. Но дальше-то, ясно дело, сидят люди, там разные американцы, другие опытные, которые по метеорологии, они же все пьют и едят. То есть все это ложится на кого-то бременем. Это просто говорить не надо. И везде, которые там промоуты разные, кричат, залы эти снимают, тоже это все безделье. О Боге, о спасении, о жертве Христа ни слова, нигде. Вот сегодня я сказал, какими знаниями пришлось обзавестись. Я знать-то знал, но подробностей эти не знал. Благодарю Федора Филипповича и отца Федора, правильно назвать теперь его, за такие сведения. А зачем рукоположили? Патриарх знал, что он такой? Знал, а зачем? А на Жамалуме первый священник был. Но какое отношение к Богу имеет? У него дар какой-то? Да нигде даже не видно. И он говорит-то еще так. Или Емельяненко. Охлобыстину поставили. Если человек, артист, мирянин, и его от церкви отлучают. А тот кривляется, еродиво показывает бесноватых. Иоанн Охлобыстин. Бритый какой-то клоун. Тоже священники. То есть не знают кого. Священники-то никто не идет. Я как-то был в Ташкенте. И там был Варфоломей. Как фамилия его, не знаю даже. И идет просто мимо. Идет, когда там с кадилом, диакон впереди. Молодого человека видит, подходит. Ты священником хочешь быть? Первые секунду видит. В храме его никогда не видел. И первый вопрос. Хочешь быть попом? То есть, когда разбили партию, теперь порторги туда, экология. Все полезли. Я говорю, зачем ты? Лежал в больнице, со мной священник лежал и говорит, ты зачем туда идешь сейчас? Такой развал ничего нет. Ты иди в священники. А семинарию-то потом кончишь заочно, а потом и академию. А дословно? Дословно. Священник должен обладать многими талантами. Конечно, он не миссионер. Хочешь крестить, даже совесть иметь. Ну и у нас есть большие ресурсы. А где у нас это? Вот. Это... Я даже не посмотрел, сколько вчера у нас зашло. Обычно 350. Нет, 466. Почему-то побольше стало приходить ежедневных посетителей. Просмотры, конечно, больше. Вот как выглядит православный наш форум. Здесь 1600 разных тем. Вот. Это наш православный видеоканал, открытый блоком. И очень большой ресурс. Это во свете Библии православный библейский сайт. И мы попутно озвучиваем. Вот здесь 55 папок. 4124 вопроса-ответа. И вот о христе теперь. Теперь я... Сейчас будем насчитывать. Копирую. Вывожу на страницу Бордовскую. Увеличиваю шрифт. И Никита Колесников насчитывать будет. Вот оно где. Не туда вставили. Я куда? Туда вставил? Ну да. А? Конечно. Ну ладно, давай, просчитаем, а потом... Нет, не пойдем. Давайте отменим вот это сейчас. Подожди. Нет, надо убрать. Все, убрал. Убрал? Да. О, вон что. Это надо было мне закрыть. Я виноват. И виноват с задержкой времени. Теперь что нужно? Опять зайти сюда. Да, у меня это есть. Не надо, оно уже скопировано. Вот, теперь в новую вставляю. Увеличиваю. Видите как, поторопился. Что-то думаю, не могу никак. Вот, теперь какие вопросы тут были? Касается о Христе. Вопрос 3444, 21 том открытым оком. У нас вопросы по номерам. А у Федора у одного победы какие есть, а у другого километры. В воздухе и на воде. Почему христиане почти никак не реагируют на насмешки над их святыми? Ставят фильмы «Искушение Христа», «Кот да Винчи» и другую мерзость Ихулу. Небось против Магомета не станут так высказываться. Потому что мусульмане могут и убить, как пообещали Салману Ружди, за саталинские стихи его, за карикатуры на Магомета в датской прессе. Ну, французский там был такой, там редакция одна, стали карикатуры на Магомета. И они пришли утром, с часовых сразу застрелили этих, которые полицейские, ворвались туда, всех пятерых там расстреляли и все. И никого нигде нет по сегодняшний день. И больше карикатуры нет. Почему христиане-то этого не делают? Вопрос такой. Это мне вопросы задавали в университетах, где я вел занятия. Ответ. Ученики Христа однажды хотели расправиться с целой деревней, где они дали место отобедать или ночевать Христу. Лука 9, 55. Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа. Вот. А уж за хулу на Бога, на закон Божий, каждый правоверный иудей вступиться просто обязан был. Левитам 24, 15, 16. И сынам Израилем скажи, кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Господня должен умереть. Камнями побьет его все общество. Пришлец ли, туземец ли станет хулить имя Господне, предан будет смерти. Это прямо закон был. Евреям 10, 28. Отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью. Закон, да мало ли еще напишет. Бумага терпит. Все, приговоренный. Никаких помилов, никаких адвокатов, ни защитников, никого не было. Сразу два свидетеля и кончилось. В указанных фильмах нет ни слова о евангельском Христе, а есть бред блудодеев, о выдуманном блуднике, которого они называют именем Христа. Хулители всегда были, и их будет еще больше. Откровение 16, 9. И сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и невразумились, чтобы воздать Ему славу. То есть были всегда хулители. И дальше. Хулит Бога не только сквернослов, а каждый христианин, который нарушает Слово Божие. Когда попы бунтуют против евангельской проповеди, и давят своих кормильцев под себя, под свою замшелость, они есть явные хулители свободы и Творца, свободы выбора. Езекиил 20, 27. Так говорит Господь Бог. Вот чем еще хулили меня отцы ваши, вероломно поступая против меня. Под графу оскорбления Бога подпадают очень многие. Вот так. Солом 49, 21. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты, и заблечу тебя, и представлю пред глаза твои грехи твои. Бог терпит всех хул и против Бога, и они падут на хулителя. Солом 67, 22. Но Бог сокрушит голову врагов своих, волосатая темен, закоснелого в своих беззакониях. Он не останется без наказания. Притча 26, 2. Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Лука 22, 65. И много иных хулей не произносили против него. 1 Коринфянам 12, 3. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафеменно Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Видите, все сказано. Почему мы не убиваем христиане? Как много лишнего натолкано в рюкзак. От разных безделушек кто очистит? Не просто от живого отрезать. Свободу обритя не огорщится. Без крестика нательного нельзя. Он память о Голгофе подновляет. И без очков глаза от яркого слезят. И в кошельке лишь рубль. Да все с нолями. У безбородых бритва ни к чему. Зачем скоблить вчерашнюю щетину? Мужик или баба? Сходу не поймут. Хотя не девка. Рослая детина. Ненужная с ревизией отсеять. По слову Божию сверяю все горшки. За речь очищенную кто судить посмеет? На корешках хороших добрые вершки. Не говорю про обезьянник галстук. Масонскую удавку, что подменила крестик. Нормально мыслящему, да на кой он сдался. Не буду защищать петлю, хоть тресни. Нам за евангельскую веру ухватиться. Жить во Христе, в любви его, столь дивной. Из Библии искать святой водицы. Без человечьих выжимок, без тины. Сомнения вытряхнуть и слово доверять. Во всем до донышка последнего стиха. Чуть сидя отдохнуть, днем позабыв кровать. Пыль обольщений жизнью чаще вытрясать. На благовестие пойти, а не на крестный ход. Запас евангелий с собой брать постоянно. Быть щедрым так, как бы сегодня в гроб. Да не зароются таланты в эту яму. Зла не держать, прощать всем налегке. С обидами не знаться, ревность одолеть. Тогда без зависти с писанием в рюкзаке. Мозоли не натрешь, хотя бы шел сто лет. Ну вот видите как. Мы конкретно говорим о том, что нужно брать с собою. Как служить Богу. О чем здесь речь идет? Не могу вытащить что-то. Руга, зажит или еще. Ага, давай. Христос и хулить или речь о Христе идет. Так. Далее. Второй вопрос. Уже кривык, руку набиваешь и все равно спотыкается. Вот теперь снова вопрос в папке о Христе. Христос. Вопрос 3691, 24 том, открытым оком. Если у Бога много имен, то почему настаиваете, чтобы в храме зазвучало имя Божие и Егова? Разве недостаточно, что известно Саваоф, Агнец, Милосердный? Какие вопросы люди задают, интересно. Ответ достаточно, если один раз воздохнет человек и скажет, помилуй меня, Господи Боже мой. Но об имени Божьем родили великие мужи веры. Солом 115, 4. Чашу спасения приму и имя Господне призову. Иоиль 2, 32. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. О призывании имени Божия ратовали все апостолы. Деяние 2, 21. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Римлянам 10, 13. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Мало кто или почти никто из православных не знает имя Божие. Имя своего владыки желали знать все святые, кто входил в близкое отношение с Богом, общение с Богом. Имя Божие желал знать Авраам. И Бог не скрыл свое чудное имя. Бытие 22, 14. И нарек Авраам имя место тому и Егова и Ре. Посему и говорится ныне, на горе и Еговы усмотрится. Среди множества известных богов, как бы выделить единственного, кто управляет миром? Исход 33, 14. Бог сказал Моисею, я есмь сущий. И сказал, так скажи сынам Израилевым, сущий и Егова послал меня к вам. Почему не задаете вопрос к Моисею, к Аврааму? Бог не открылся другим именем. С именем Саваов Бог не открывается, а только с именем Егова. Исход 17, 15. И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя Иегова Неси. Выдвигая вожди народа тех, кому надлежало стать национальными героями и освободителями, Бог благословлял оставить память о встрече с ним. Судей 6, 24. И устроил там Гедеон жертвенник Господин Господу и назвал его Иегова Шалом. Он еще до сего дня в Офре Авиезеровой. Почему было бы не оставить имя Божие хотя бы один раз в молитве Господней? Отче наш, сущий на небесах. Где слово сущий так зримо подчеркивает его надмирность и нашу полную зависимость от него. Сколько к этой молитве добавили слов, которые десятки раз так и повторяются при богослужении. И ныне, и пресно, и во веки веков. Молитву отче наш вставили и все. Священники их считают. Нет их там этих слов. И в то же время при домашнем произношении этой молитвы ни разу, ни в одном молитвословии не было пропечатано полностью. А вот эти слова, Матфея 6, 13. Ибо твои есть царство и сила и слава вовеки. Всегда опускаются. Почему? Это дом, это не священники, а молятся. Без всякой добавки, так как написано в Евангелии от Матфея. Почему не разу? Я вопрос задаю, почему? На этот вопрос ни один священник и патриарх не ответит. Еще мы исказители Слова Божия. А только стоит припомнить притча Соломона, 30 глава, 5-6 стих. Всякое слово Господа чисто. Не прибавляй к словам его, чтобы он не облечил тебя, и ты не оказался лжецом. А лжецы в озере Огненном будут ни один не спасется. Еще тут два стиха только прочитаю. Все, дальше. Пересказывая биографию Иакова, для подражания ему, порог Ося призывает всех к мужественному стоянию в борьбе за грехом, потому что наш Бог, Бог всегда живой, не дремлющий. Осия 12, 5. А Господь есть Бог Саваоф, сущий Иегова имя его. Вот Иегова и Саваоф в одном стихе у Иосифа встречаются. После перевода Библии на русский язык имя Божие и Иегова стали употреблять поэты. В книге «Библейские мотивы» поэты мира на библейские сюжеты на 300 страниц текста «Имя Божие и Иегова» встречается более 30 раз. Вот что удивительно. Вот эти данные Ниосифа никто не знает. Почему? Они зациклены на одном, чтобы протолкнуть то, что сегодня у них там есть. То есть на каждых 10 страницах стихов это чудное имя было зафиксировано. Правда, оно пишется у них иногда и чуть иначе. Иегова. 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 Откуда при царе могли это имя знать? Алексей Толстой, Мерзликин, Лавров, Козлов. Ольга Чумина. Красницкий, Григорьев, Крестовский, Фафанов, Яковлев и другие. То есть я занимался этим, издавал и поэтому знаю. Откуда? Так. А вот и писателей. В прозе имя Божие практически отсутствует. Почему блаженный Феофилакт в своем толковании Нового Завета, в котором это имя не звучит, употреблял имя Иегова 11 раз? Вот заметьте, какие данные. Я люблю математику и показываю. Сколько поэтов? Это 300 поэтов за 300 лет, сколько раз имя Божие упомянули Иегова. Ну нет таких данных нигде. В житиях святых по Дмитрию Ростовскому имя Божие и Иегова встречаются не менее 29 раз. Видите, какая? Не 30, а 29. А тут не 10, а 11. То есть я проверял на несколько раз, и цифра одна и та же выходит. Но я не утверждаю, может есть жития, которые, ну вновь, которые сейчас канонизируют. Люди мало что читают. Они приходят и стоят в храме, слушают, что читают там, что поют. И хотя мало что понимают, но от повторения все равно что-то же остается в голове. За 45 лет хождения в храм, мне ни разу не встретился ни один православный, который бы знал имя Божие. Они вообще не знают. Даже священнослужители и те мало кто знают, что Бог наш открылся в чудном Своем имени Иегова, лучшим сынам Своим, чтобы они открыли Его имя Иегова народу Божию. Исход 34, 5. И сошел Господь в облаке, и остановился там близ Него, и провозгласил имя Иеговы. Исход 33, 19. И сказал Господь, я проведу пред Тобою всю славу мою, и провозглашу имя Иеговы пред Тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. Судей 13, 18. Ангел Господень сказал ему, что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно. Чудно. Какое слово? Чудно, запомни. Исайя 9, 6. Когда человек, когда чудный ты какой-то человек, удивляется, ну почти чудак. Так это имя-то Божие. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и навекут имя Ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. То есть Христос это и отец одновременно, отец вечности. И скрыл имя Божие не сам человек, а враг Божий. И хотя потери от сокрытия Божия имени еще не явлено, но есть в мире что-то еще более высокое. Это Слово Божие, Святая Библия. Имена прекрасные, чудные, но выше всего этого Святая Библия, а ее тоже не знают. Салом 137, 2. Поклоняюсь перед святым храмом Твоим, и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвелишил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Вот я сказал, что Слово Божие выше имени. Что вы придумываете? Мы с Ахиреем беседуем. Я ему сразу говорю, да, 137-й Псалом, 2-й стих, о, правды. Подарили книгу ему кардинал Гедеону Докукину, сидим. Ну вот видите здесь, почему у нас называется воскресенье, а в других там зон так. То есть День Солнца. Это языческое название. Я говорю, нет, это Бог называется Солнцем. А тут написано, нигде Бог не называется Солнцем. Я говорю, а 83-12 Псалом он открыл? Правда. Архиерея, он даже не знает, что Бог называется Солнце и щит для уповающих на Него. Архиерея не знает. Почему? Библия, потому что лежит. Он достает Библию. Ой, это вы так знаете Библию. Ну вот моя Библия, которую я занимаюсь, берет, вот так открывает, а там корешок-то клеем мажется, костным. И он треско сдает. Тогда она не открыл она ни разу. О, догадался и мне подарил Библию. За то, что я ему сказал, что... Ну, а эту книгу кардинал подарил. Да я к ней не привязан, сразу отложил. Одно слово, и архиерея уже по-другому мыслит. А то что сделаешь? В храме торгуют, я не пойду. Попы такие... Вот как. А я отвечаю так. Я сам никакой, поэтому хожу туда, где вот такой народ. Но мне дано повеление трудиться, работать. Прочтем еще раз этот стих Динова Псалма Давида. Перед храмом приучили кланяться. Имя же Божие скрыли, а до слова Божия так и не добрели. Бог возвеличил слово свое, а не скучные монашеские молитвы, в которых не отображена и сотая доля нашей жизни. Нельзя любить те заповеди, которые скрыли от народа. Нельзя их любить, потому что их никто не знает. А заповеди Его в Слове Его, в Библии, которую не дали народу. Значит, скрыли имя Божие из самого Христа, того Иисуса, который учил, заповедал и следует Слово Божие. Иоанна 14, 15. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Ударение сделано. Соблюдите Мои заповеди, Мои, не ваши, не монашеские. Иоанна 14, 21. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его и явлюсь Ему сам. Певец-пастух на подвиг родный Не брал ни тяжкого меча, ни шлема, ни брони булатной, ни лад Саулова плеча. Но Духом Божьим осяянный Он в поле брал кремень простой И падал враг иноплеменный, сверкая и гремя броней. И ты, когда на битву с ложью Восстанет правда дум святых, Не налагай на правду Божью гнилую тягость лад земных. Доспех Саула Еяковы, Саула в тягости шлом, Ее оружие Божье Слово, а Божье Слово Божий Гром. Это не мои стихи, вот, я в имени Егова хочу сказать. Сейчас даже посмотрю, быстренько покажу тут новые данные, сколько мне пришлось упоминать. Почему-то автора я не нашел, или стерто там было. Так, о чем? Это имя Божьего. О Христос и Егова, через Терре. И когда люди узнают, да как сделать его известным? Ну, как сделать-то известным? Можно сделать? Вот, сейчас, посмотри, найди мне, где это ты, Егова здесь, слово. Я не могу его видеть. Подожди. Сейчас. И Егова, имя. Подожди, ты далеко уже. Вот. Вот это. Или выше. Выше? Я не знаю. И Егова, сколько раз? Вот здесь вот же. Ну вот, нарек имя ему, другое, и дальше. Так, посмотри. А это было сделано в православии в течение двух тысяч лет. Скрыли имя Божье. Вот я и делаю упор, чтобы раскрыть сокрытое. Это имя Божье Егова, Яхве, Ягве, было заменено на Адунай, или по-нашему Господь. И это имя в оригинале и в Святой Библии встречается более семи тысяч раз. Так что не я тут на виду, а туман опустившее. В моих книгах, открытым оком, в 33 томах, у меня имя Егова встречается 2944 раза. Понятно? Вот я уже и сделал это. Считают люди, уже начинают знать. Так вы что, еговист? Страшно сказать. Одна считает из старобрядцев. Просчитала? Да как это имя упоминает? А я считала, что это сатана. Так и ахнешь. Это надо же такого состояния довести, что все абсолютно ничего не знают. Одна из них моей сестре сказала, а я книги Игнатия не люблю. А почему? Так он говорит, на Библию все время ссылается, а Библию я не люблю. Вот и весь ответ. И отношение ко мне людей... Андрей Кураев увидел, говорит, отношение к Игнатию было бы другое, если бы он никого не задевал. Просто говорил, а то он каждого папа подталкивает куда надо. Дальше. Из них только в моих 3460-70 эпохах имя Егова встречается 936 раз. Я там нашел за 300 лет, у всех поэтов встречается не больше 20 раз. И представь себе, как сейчас-то. А зачем? Миллионы часовые стояния в храмах и буквально нигде не слышится за богослужениями имя Бога Еговы. Ни в канонах, ни в акафистах, ни в молитвах за живых, ни за упокойных, ни в утренних, ни в вечерних молитвах. Ни разу. Ну кто это мог сделать? Но считаем досветиться имя твое, а имени-то и не знают. Нонсенс. И слово имя по отношению к Богу встречается везде в молитвах. И ни разу нет самого имени. Что тут догадывается-то? Как же можно так омертветь, ослепнуть, чтобы даже вопросы подобные себе не ставить? Читается книга Святой Библии, Псалтирь. И по живым, и по умершим, и в богослужениях. И слово имя встречается в разных падежах только в этой Святой Книге Псалтирь 103 раза. Имя, имя, имя. 103 раза в одной книге. Математика какая? Как, например, Псалом 8.2. Господи, Боже наш, как величественное имя Твое по всей земле. Имя, а имени нет, никто не знает. Слава Твоя простирается превыше небес. Псалом 21.23. Буду возвещать имя Твое братьям моим посреди собрания восхвалять Тебя. А где же само имя Божие? 103 раза скрыли только Псалтири. Оказывается, что в оригинале Псалтири это имя Божие поминается 702 раза под словом Господи. Смотри, какая математика. Перевозчики скрыли его, не перевели. Так при чем же тут свидетели Еговы? А вот уж так дошло, что имя Божие ассоциируется сразу же с этой сектой. Но уж никак ни с православными, ни с католиками, ни с иными, где имя Божие намертво скрыли. Но не люди же сами это сделали. Кто-то же надел им лосяницу на голову. Вот я и делаю упор, чтобы раскрыть сокрытое. Это имя Божие и Егова, Яхве, Ягве, было заменено на Адунай, или по нашему Господь. Ну вот видишь как. Вот почему я его так часто употребляю. Потому что в пустыне ничего нету. А я решил, чтобы люди это знали. А то ничего нельзя сделать. И уже у нас поют Бог и Егова. Сотворил все. Бог и Егова. Дети у нас даже поют. Бог и Егова. Я люблю это, когда они поют, дети. Специально заказываю, чтобы пропели. И мои дети стоят, Бог и Егова. Интересно. Так. Куда я залез? Вот так. И кто-то, видя это, что наши дети поют. И даже мы поем такое есть. Христос воскрес. Воистину воскрес. Когда наши поют. Им показывает иеговистское собрание. И они поют. И поют наши псалмы, где имя Егова-то. Ну наши люди поют. А люди стоят другие. И я первый раз даже не поверил. То ли наши люди рассмотрел. Нет. Иеговисты все стоят. Ну свидетели Егова правильно их называть. А я называю правильно. Лжесвидетели под именем Еговы. Давай. Вопрос 4058. 30 том. Открытым оком. Иеремия 23, 34, 36. Если пророк или священник, или народ скажет. Время от Господа. Я накажу того человека и дом его. Так говорите друг другу и брат брату. Что ответил Господь? Или что сказал Господь? А этого слова, бремя от Господа. Впредь не употребляйте. Ибо бременем будет некому человеку слово его. Потому что вы извращаете слова живого Бога. Господа Саваофа, Бога нашего. Извращаете. Все время извращает. Тогда почему же царь, пророк и псалмопевец Давид употребляют это слово? Псалом 67, 20. Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя. Но Он же и спасает нас. Смотри, какой вопрос. Не говори бремя. Вот я выделил бремя, бремя. Бог говорит, нахожу. А Давид употребляет. И меня вопрос задают. Ответ. И от пророка Еремея говорит, что люди перестали видеть в Боге любовь, заботу о себе. А ждали только худого. Что Бог ничего хорошего не говорит, а только грозится. И тем усугубляет тяготу на сердце. И вместо того, чтобы говорить, что сказал Бог, что ответил, они назвали слово Господа бременем, тяготой. 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 Давид же видел в ведении наказания начало момента исправления. И это же бремя относил к началу восхваления Бога, что Он долготерпелив, немного милостив. И вскоре же снимает это наказание бремя. Грешники же всегда ждут свой адрес только худое и злое от Бога. Третье царство, 22, 18. И сказал царь израильский Иосафату, Не говорил ли я тебе, что он не пророчествует о мне доброго, а только худое? Не Бог возлагает бремя, ибо это бремя есть последствия нашего греха, уклонение от заповедей совести и слова Божия. Деяние 15, 28. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого. И это необходимое названо бременем. Есть фактически путь к здоровому образу жизни, без вредных привычек, что так ценят нынешние пенсионеры, кашляющие от прошлого невоздержания и безбожной жизни. 29 стих. Воздерживаться от идола жертвенного, и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего к себе не хотите. Соблюдайте и хорошо сделайте. Будьте здравы. И иногда священники все, что они творят, выдают за Божие, хотя сами, как истинные безбожники, не знают ни закона Божьей, ни пути к Царству Небесному. Крайне необходимо немедленно ввести в Церкви обязательные курсы при переподготовке для священников. Матфея 23,4. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Вот это вот ввести, немедленно ввести, это взято мной откуда-то, или из блаженного Пепелахта, или откуда-то, что-то такое, или из газеты церковной, не знаю. В кавычки почему-то взято. Так, Слово Божие, даже если оно лично о нас, и каким бы горьким и ошеломляющим не было для нас, оно всегда есть благо, добро во всех отношениях. Матфея 11,30. Ибо игорь мое благо, и время мое легко. Галатам 6,5. Ибо каждый понесет свое бремя. Даже еще не понимая до конца, что же несет в себе изречение Божие для нас, нужно заранее довериться Господу и благодарить за Его Слово, предупредившее нас согрядущим. Исайя 39,8. И сказал Езекий Исайий, благо Слово Господне, которое ты изрек, потому что прицепу выкупил Он, мир и благосостояние прибудут во дни Мои. А Он сказал, что все у тебя будет изъято, придут враги и все вынесут. Он говорит, благо Слово. Лучше упасть в руки Божие, чем к врагам. Иеремия 32,42. Ибо так говорит Господь, как Я навел на народ сей это великое зло, так наведу на них все благо, которое Я изрек о них. Видите, какой вопрос задан и сколько ответов? И Бог был с ним. И жив Иосиф во рву, в рабах, в тюрьме и возвышении. Куда бы любящий Создатель не забросил, цель становой хребет душа и шея. Кому-то сходу может показаться, пора плененного сугубо пожалеть. В строках библейских огненная запись на память внукам в доме наручника и плеть. Наручники и плеть. Наручники и плеть. Ты хорошо просит. А дальше? И Бог был с ним в египетской корзинке. Волна баюкает младенца Моисея. Все крокодилы зряш напасть разинут. И вегемоты попусту со всех сторон населия. И Бог был с ним при казнях фараона, при зависти и бунте, вышедших из рабства. Кратчайшего и изреги не тронут. С семи народностям тягаться с ним напрасно. И Бог был с ним, с избранником Давидом, не промахнувшимся при схватке с Голиапом. А сердце отрока родной отец не видит. Его и тесть не затянул на плаху. Бог его вовсюду, с нами и везде. Со всеми, кто ему вполне угоден. Они осмеяны. Их так легко раздеть. Волочь по каменному не часы, а годы. Ученики Христа, одна святая горстка, дернули вызов бросить всем и вся. Их задушить, раздеть совсем так просто. Но Бог прикрыл и пригрозил нельзя. И Бог был с ним в новом измерении. Во свете Библии по-новому рассудят. И старые таланты к духовному применят. Благую весть распространят повсюду. И Бог был с ним. Да скажут обо мне, друзья любезные и недруги слепые. Такой не тонет с Богом, не сгорит в огне. А ложь растает, сколько б не лепили. О чем речь идет? Бремя от Господа. Бремя от Господа. Давай, запиши. Христос. Бремя от Господа. Сейчас один стих и все. Бог был с ним. Да все. Последнее необходимо. Потому что заканчивается эта папка. Вот она уперлась. А одну оставлять нам не гоже. Последнее. Вот это же. Видишь как. Медленно-медленно мы еще одну папочку опростали, озвучили. Опрос 3111. 17-й том открытым оком. Так. В своем комментарии к повести временных лет Дмитрий Сергеевич Лихачев, академик. Пишет, что Ирод умер за 4 года до принятой даты рождения Христа. И следовательно возникает вопрос об избиении Ирода младенцев. На что Лихачев мог ссылаться? Какие вопросы? Видно, что люди, вот уровень какой, да, разве, которым не занимаешься, могут они сказать. И при том, вот допустим, только в одном университете я 18 лет вел занятия, только в одном, а и в пяти. Вопросов-то у меня 4000 отвечает, а их может быть еще сколько было. Кто-то мне сказал, надо их более подробно осветить, а я их выбрасывал. И потом я накопил, и когда стал писать книги, тряхнул, а там несколько мешков уже накопилось. Бумага. Ответ. На этот вопрос я уже отвечал устно не разу. Празднование Пасхи так и осталось по лунному календарю. Да еще и с дополнениями, пояснениями, что только после весеннего равноденствия, когда 22 марта, не раньше, чтобы не менее трех дней Луна ушла на убыль. То есть день равен ночи, и в это время Луна на убыль идет, когда полная, а потом на убыль идет. Да еще, чтобы наша Пасха никогда не совпадала с еврейской 14-го Ниссана, ну 15-го Ниссана, и обязательно воскресенье, первый день недели. Дни празднования Пасхи нужно было объявлять два раза в году и желательно на несколько лет вперед, как и сказано было в канонах. И никому не позволено нарушить эти установления. Апостольское седьмое правило, Антихийский собор правило первое, Карфагенский собор правило 62-84. Среди монахов были и ученые мужи. Одному из таковых, Дионисию Малому, было поручено рассчитать Пасхалию на несколько лет вперед. Неожиданно он заметил, что есть цикличность через 532 года. Ну как вот у Менделея, Дмитрий Иванович, он раскладывал, рассказывал, какой атомный вес, куда, и видит, что пустые места. Он стал оставлять, и говорит, это где-то есть металлы, которых не знаем. И спустя 100 лет после него эти металлы были найдены, допустим, на Луне, или где-то определенные, или выработаны ради, и Менделеевым назвали где-то. Таблица. Великое чудо открыто. А люди, совершенно не понимающие, начинают на него что-то говорить. До сих пор счет шел, как ни странно, не от Рождества Христа, не от его воскресения, а от рождения Диокритиана, лютейшего гонителя христиана. Короче, вот я не могу даже понять, как это можно было. Ну вот так. Монаху Дионисию пришла мысль, а не родился ли Христос именно 532 года тому назад, и не сам ли Бог подает ему знак о том? Представив сопроводительную записку, он сумел убедить высшую иерархию, что так оно и было. То есть он показывает 532 года, потом опять по-новому циклу 532 года, и он удивился как, и день в день совпадает, и Луна, и все совпадает. Так что новое летоисчисление было принято почти произвольно, и потому так легко вкралась ошибка в 4 года. Цифра же 532 года совсем не случайная, а она слагается из умножения цикла Солнца на цикл Луну. Луны, луны, здесь опять ошибочки. 28 умножить на 19. 28 дней. На 19 лет, лет 532. Придется дать небольшую информацию об этих наших больших светилах. Большая советская циклопедия. Вот теперь смотрим, как. Светила, это не где-то они миллионы километров, Солнце, иначе такой расчет не получился бы. Люди, которые в это не верят, они вообще ничего не знают. Они Пасху-то берут готово. Если ты не веришь, что на таком расстоянии Луна, и такой идет к циклю, тебе никогда Пасхалю-то не высчитать. Один оборот относительно Земли совершается за 27,275 десятитысячных суток. Это относительно звезд. Линейная скорость вращения на экваторе Солнца около 2000 метров в секунду. Расстояние от Земли до Солнца меняется и составляет в среднем 1,4960 умножь на 10. Ну, 145 миллионов километров. В степени, так, астрономическая единица. Диаметр Солнца. 1,392 умножь на 10 в девятой степени. В 109 раз больше диаметра экватора Земли. Температура поверхности Солнца равна 5770 кельвинов, наверное. Да. Температура в центре Солнца составляет 10,15 умножь на 10 в шестой степени кельвина. Кельвина или кельвина. Считается, что источником энергии, пополняющим потери на излучение и поддерживающим высокую температуру Солнца, являются ядерные реакции, происходящие в недрах Солнца. Среднее количество энергии, вырабатывающей внутри Солнца, составляет 1,92 эрганограмм в секунду. Я не знаю, период обращения Солнца вокруг центра галактики около 200 миллионов лет. Возраст Солнца около 5 умножь на 10 в девятой степени лет. Ну что, как-то это непонятно ничего. Я первый раз заинтересовался этим, оказывается, в поверхности Солнца каждую одну секунду отрывается тепло, достаточное, чтобы растопить слой льда вокруг всего земного шара толщиной в один километр. Вот это уже можно понять как. Луна движется вокруг Земли со скоростью средней 1,02 километра в секунду по приблизительно эллиптической орбите в том же направлении, в каком движется подавляющее большинство других тел Солнечной системы, то есть против часовой стрелки, если смотреть на орбиту Луны со стороны северного полюса мира. Большая полуось орбиты Луны равная среднему расстоянию между центрами Земли и Луны составляет 384 400 километров, приблизительно 60 земных радиусов. Расстояние до Луны колеблется между 356 400 и 406 800 километров. То есть она приближается и отдаляется немного. Точки пересечения орбиты с эклиптикой называются восходящими и нисходящими узлами, имеют неравномерное попятное движение и совершают полный оборот по эклиптике за 6794 суток, около 18,6 года. Объем 1,49 объема Земли. Она в 81,3 раза в десятых меньше массы Земли. Какая точность? Уже подсчитано все. Какая Луна? Промежуток между двумя последовательными новолунями 29,53 суток. Вот как сколько. Какие данные? Она отражает в среднем лишь 7,3% световых лучей Солнца. Она посылает полнолуни на Землю в 465 500 раз меньше света, чем Солнце. Вот во сколько меньше. В зависимости от фаз, это количество света уменьшается гораздо быстрее, чем площадь освещенной части Луны. Так что когда Луна находится в четверти, и мы видим половину ее диска светлой, она посылает нам не 50%, а лишь 8% света от полной Луны. Не будучи защищенной атмосферой, поверхность Луны нагревается днем до плюс 110 градусов, а ночью остывает до минус 120 градусов. Вот понимаешь, как все абсолютно уже высчитано, проверено. Телескопические наблюдения, которым положил начало в 1610 году Галилео Галилей, позволили обнаружить гористое строение поверхности Луны. Выяснилось, что моря это равнины более темного оттенка. Так что ныне, в 2006 году, а в 2010 год это Рождество Христа. То есть надо добавлять, сейчас идет 17-й год, это получается 21-й год. Нужно успеть примириться с Богом, отдать свое сердце Христу, чтобы Он жил в нем. А календарные даты могут вообще на нас не влиять. Иеремия 8.7 А то старостильники, вот начинают за стиль, отделились от церкви по-другому, начали кирик какой-то, это все греки придумали. Как будто, говорится, звезда за звезду засыпилась. Иеремия 8.7 И аист под небом знает свои определенные времена. И горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилетать. А народ мой не знает определения Господня. Глупее. Галатам 4.10 Наблюдайте дни, наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Стих. Без удивления не шагнуть и шагу. Подарков столько приготовил Бог. Проснусь ли от усталости прилягу. Не истощается от изобилия чудный рог. Глаза и разум с совестью пусть дружат. Да видят замыслы зиждителя Творца. Когда и беды, не спросясь, окружат. А тело хворим без конца пластать. Задумки пастыря о созданной овце. Пусть и не все разгаданы в потемках. Но высветит, но досвербит в конце. Окажется необозримой емким. Шедевры высшего художника и в нас. И не о внешнем лопочу с испугу. Душа не раз безмолвно впала в транс. Благодаря за все, быть может, грубо. На удивление познание и грехи. Нагромождается и ахаешь сейчас. Без рыбы худо. Скажем, без ухи. Везде для смазки добавляем масло. Но рыба это я. А может ты, захваченный сетью и еговы. Реальность расцвела и сгинули мечты. В Евангелии обретя основу. Помажет свыше разум благодать. Поймем, что масло лучшее лекарство. Непримиренных жаль. Им в вечности рыдать. Необихоженная словом подкатила старость. Есть аллегории и таинственный подклад. Возвышенная с вечности в обнимку. Услышишь ли, случайно бросишь взгляд. Протянешь к чудесам стальную нитку. Глаза смежить придется при исходе. И тотчас в удивление распахнуть. Потусторонне нахлынет половодьем. Блажен кому Христос полдневный путь. Вот о чем речь идет. Какой вопрос номер я посмотрю. Я перечитаю еще раз потом. Вот. Так, Христос. Так. Христос. Так, написано. Христос и дата рождения Христа. Христос-дата рождения. Все на этом показываю. На этом конец. Это я в университете отвечал много лет назад. Ну ладно на этом. Все.